Здравствуйте! Египет вносит важные изменения в программу инвестиционного гражданства. Турция запускает новую визу и сигнализирует о рекорде, а в Эмиратах борются за инвестора. Об этом и не только в сегодняшнем выпуске новостей зарубежной недвижимости от Приан. Египетские чиновники, очевидно, решили подогреть интерес к золотым паспортам и частично обновили условия программы гражданства. Вроде бы изменения невелики, но все же для кое-кого они важны. Теперь несколько инвесторов могут при желании вложиться в один объект. При этом доля каждого все равно не уменьшается. Она, как и раньше, должна быть не менее 300 тысяч долларов. В чем же тогда смысл такого нововведения? Очевидно, расчетный интерес к дорогим люксовым, а еще в большей степени к коммерческим объектам. Их строить будут много, точнее их уже строят много, особенно в проектах на побережье и в новой административной столице страны. Свежие цифры из Турции. Рынок растет, если говорить об общем количестве сделок. Их более 140 тысяч в сентябре. Такого результата не было с начала 2023 года. Ну а если, скажем, сравнивать с сентябрем 2023, цифры и вовсе получатся ошеломляющие. Рост продаж на 40%, на рынке новостроек и вовсе почти на 50%. Впрочем, иностранцы по-прежнему ведут себя более чем сдержанно. Чуть более 2000 покупок за месяц, а год назад было почти 3000. В общем, весь год зарубежные покупатели примерно так же активны, или точнее так же не активны. Ну, россияне по-прежнему уверенно лидируют, число сделок с ними 346. Впрочем, и тут результат примерно в два раза меньше прошлогоднего. Ну и примерно такой же, как с начала 2024 года. Турецкие застройщики, несомненно, заинтересованы в большем числе зарубежных сделок. Да и власти страны, в общем, этот интерес приветствуют, хотя пытаются привлечь к себе сейчас в первую очередь правильных иностранцев. Так, в начале октября в Турции запустили новую программу – визу для технических специалистов. Претендовать на нее могут те, кто устроился в технологическую компанию, ну, очевидно, по профессии, а не рабочим на вахту. Главная плюшка, которую эта виза предлагает – освобождение от подоходного налога. А он в Турции, кстати, минимум 15%, а доходить может и до 40%. В нашей традиционной рубрике «Экзотика» и «Пресейл» отправляемся в Камбоджу. Дебютант на рынке зарубежной недвижимости. Несмотря на то, что здесь есть и программа гражданства, и пляжные курорты, основной интерес у покупателей – не переезд и не отдых, а инвестиции. Все особенности молодого растущего рынка – они здесь. Невысокие цены, нехватка качественной недвижимости и высокий спрос на нее. И опять-таки эксперты отмечают – дефицит не курортного жилья, а городского, особенно в Панампене, для местных жителей, а еще больше для экспатов, в которых нуждается бурно развивающаяся экономика страны. Новые проекты в Камбодже под сдачу в аренду или для собственного проживания – это обычные кондоминиумы, высотки, резко выделяющиеся на фоне малоэтажных кварталов. И вот такой проект вашему вниманию. Панампень – район русского рынка. Приятное название, но оно еще с советских времен. Называется новостройка «Таймскуэр-8». Чем он так хорош? Первое – это расположение. 400 метров до границы делового центра BKK-1, но при этом не деловой центр, что позволяет держать низкую цену входа. При этом популярный район, очень густонаселенный, в котором нет зданий подобного класса, что обеспечит высокий спрос на покупку и на аренду. Второе – застройщик «Мегакимворлд». Эта компания обладает безупречной репутацией на местном рынке. Это единственная компания, в которую я рекомендую заходить на раннем этапе. Во всех остальных случаях велик риск недостроя. Действительно, на новых рынках, да еще и инвестируя, надежность застройщика очень важна. Приятно, что в данном случае, как нетрудно понять по названию, это далеко не первый проект конкретной компании. Первые «Таймскуэры» уже распроданы. Камбоджийский рынок интересен тем, что может обеспечить и рост цен по ходу строительства, и затем арендный доход. Какая стратегия принесет больше? Ну, в удачных проектах, по мере завершения стройки, рост цен может подходить и к 100%. Как будет в этом случае? Текущая рыночная стоимость подобного готового жилья – около 2000 долларов за квадрат. На пресейле, как мы видим, цену чуть больше 1000 долларов за квадратный метр. С учетом того, что юниты в конкретном проекте есть и совсем небольшие, скажем, 50 метров, порог входа получается невысок. Низкая цена – это не показатель низкого качества. Это стратегия застройщика, который предпочитает продавать быстро и переходить к следующему проекту. Низкая цена входа обеспечивает высокий спрос и достаточный зазор для комфортного выхода из этого проекта при любых обстоятельствах, которые могут произойти на рынке. Традиционно в описании к нашему выпуску вы найдете ссылку на проект и контакты брокера. А теперь к нашей, ставшей почти традиционной рубрике «А что же там в Дубае?». А там снова рекорды. В октябре здесь закрыли самую крупную арендную сделку в истории – 4 миллиона 200 тысяч долларов за год на эксклюзивном Джумейра Бэй-Айланд. Что же за чудо? Объект сдается за такие бешеные деньги. Увы, подробностей не очень много. Какая-то частная вилла, ну, разумеется, с видом на океан на побережье Джумейра Бэй. Понятно, что это совершенно частный, хотя и, безусловно, впечатляющий пример, но он иллюстрирует очевидное. Эмираты и Дубай, в первую очередь, становятся все более роскошными. Все больше дорожает недвижимость. Причем как? Эксперты компании «Вальюстрат» на днях опубликовали динамику цен за год – сентябрь к сентябрю. Так вот, по их оценке, квартиры в Дубае подорожали на четверть, а виллы – на треть. Пару месяцев назад цифры, правда, их приводили другие источники, были куда более скромными. Например, в Global Property Guide еще весной рост цен оценивали всего в 16%. В общем, Дубай по-прежнему жжет. Ну, а мы на столь горячей ноте с вами попрощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Через неделю встречайте Ольгу Логовскую. Всем мира и безопасности! Субтитры создавал DimaTorzok